Привет! Меня зовут Алексей Моисеев, я преподаватель, председатель Матичинской ассоциации художников и амбассадор бренда Виста Артиста. Мы начинаем нашу новую рубрику «Арт-разбор», где я буду рассказывать, как рисовать, как лучше использовать художественные материалы и поделюсь некоторыми секретами профессиональных художников. Если мы будем говорить об учебном рисовании, то самым универсальным карандашом будет карандаш HB или B. Как его правильно затачивать? Вот, посмотрите. Надеюсь, вам видно. То есть, многие новички затачивают его слишком коротко. В результате мы не можем карандаш в достаточной степени положить под углом. Затачивать можно по-разному. Система заточки лопаточкой и, конечно же, затачивать лучше подобным ножом. И еще один маленький момент. Это использование ластика. Лучше всего ластик разрезать по диагонали. Именно тогда мы получаем из него настоящий рабочий инструмент с достаточно острым кончиком. Хороший ластик не будет пачкать вам бумагу и прослужит достаточно долгое время. Для того, чтобы приступить к работе графитными карандашами, помимо ластика, карандашей, различной мягкости, лучше еще иметь клячку. Но можно использовать и другие приспособления. Например, мякиш черного хлеба. Он тоже позволяет нам снять лишний тон. Также лишний тон мы можем снять легким растиранием графита рукой. Только сухой поверхностью ладони или пальцев. Помимо этого, полезным инструментом будет строительный отвес. Груз на нитке. Им мы можем проверять все взаимоотношения в сложном рисунке по вертикали. Это может пригодиться абсолютно везде. Как в рисовании стоящей фигуры человека, так и в рисовании какой-нибудь гипсовой розетки. То есть на любых уровнях профессионального обучения и становления. Как правильно садиться за мольбер? Во-первых, сядьте так, чтобы ваши руки были почти полностью вытянуты. Как вы садитесь, к примеру, за руль автомобиля? Вы должны сесть так, чтобы солнце падало по касательной на ваш лист или холст. Но при этом это был бы не прямой свет, чтобы не отбрасывать контрастную тень. Также очень важно смотреть на натуру, если, конечно, вы работаете с натурой, и на ваш рисунок с возможностью оперативного сравнения натуры и вашего рисунка. Потому что пока вы поворачиваете голову, если вы слишком отвернулись от натуры, ваш мозг уже успевает забыть саму натуру. И вы начинаете фантазировать. Точность вашего рисунка снижается. Помимо этого, точность вашего рисунка повышается, если вы отходите на оперативное расстояние, примерно равное углу в 5, 7, 10 градусов. К примеру, для работы А2 это будет метра 3 от работы. Так вы будете видеть лучше ошибки. Если вы хотите еще заметить ошибок, есть еще несколько вариантов. Во-первых, показать кому-нибудь, у кого не замылился глаз. Делайте перерывы. Можете отразить свою работу в зеркале. В зеркале ошибки будут виднее. Или перевернуть вашу работу. Все эти методы позволят вам рисовать точнее. К тому же, при рисовании старайтесь проверять работу. Мы знаем про способ визирования. Когда вы закрываете один глаз, вытягиваете руку и проверяете. Но способ визирования это не только проверка вертикалей и горизонталем. Это еще и проверка диагональных отношений между собой. И еще очень важно, межпространственных расстояний. Какое пятно, какую конфигурацию образует расстояние между объектами. Субтитры создавал DimaTorzok